Всем большой привет! Меня зовут Татьяна. Сегодня будет обзор из магазина FixPrice город Ижевск. Снимала по адресу улица Автозаводская, 18. И здесь столько классных, интересных новинок появилось, что у меня они все просто не уместились в одно видео. И скорее всего у меня получится три обзора из этого магазина. Кое-где было освещение плохое, потому что у них перегорели лампы. И поэтому не обессудьте, возможно где-то картинка будет не очень четкая, либо отсвечивает, либо темная. И начиная с отдела с декора, здесь появились вот такие декорации в горшочке, декоративные цветочки. Очень симпатичные. Они совсем небольшого размера и как по мне, то ценник на них завышен. Стоят они уже 300 рублей. Ну за 200 я бы еще сказала, что это нормально, а вот 300 как-то дороговато. Появились они в разных вариантах. Есть даже вот такие орхидеи и выглядят вполне реалистично. Рассветки в ассортименте. А вообще также есть еще и вот эти цветочки нежные, такие типа колокольчиков. Это еще из прошлогодней коллекции. И посмотрите, какое изобилие цветов. Новые подсвечники за 100 рублей. Сделаны они из керамики. Вы только посмотрите, какие они милые. Они совсем небольшого размера, под тонкую длинную свечу. Я хотела взять себе парочку таких, но выбирайте очень аккуратно, потому что где-то есть сколы, где-то есть подтеки краски. Представлены они в двух расцветках, поэтому я себе их так и не взяла. Подумала, посмотрю, подожду в другом магазине завоз. Возможно, там будут получше. Фоторамка бабочки за 150 рублей. Подойдет для фотографии размером 10 на 15 сантиметров. Сделана она из пластика. Вот такая объемная, очень симпатичная, летняя. И помните, в прошлом своем обзоре я тоже показывала большую фоторамку. И там, кстати, тоже были бабочки. Мне кажется, они будут отлично сочетаться друг с другом. Эти фоторамки представлены в трех расцветках. В белой, в нежно-розовой и вот в такой серой. Еще одна интересная новинка в отделе с декором. Это декоративная полка за 300 рублей. Она идет на канате. Состав полки МДФ и Тирилен. Тирилен, я так понимаю, это что-то ламинированной пленки, которой обтянута сама полочка. Кое-где, правда, на полочке виден клей, но мне кажется, его легко будет убрать. Длина одной стороны полки примерно 25-30 сантиметров, а ширина полочки примерно 10, ну, может быть, 15 сантиметров. Так, говорю на глаз. Они представлены в двух расцветках. И вот здесь с Пинтереста нашла картинку, как можно их использовать. Потому что для книг, мне кажется, данная полка будет узковата. Декоративные вазочки за 200 рублей в стиле Давида. Сделаны они из полирезина. Такие вазочки сейчас очень модные, востребованные. Правда, они небольшого размера. Сделаны из полирезина. Можно использовать их в качестве органайзера под карандаши, кисти для макияжа, например. Также декоративные цветы можно туда поставить. Также, думаю, можно туда поставить и живые цветы, если, например, в саму вазочку поставить небольшую стопку с водой. Мне кажется, тоже как вариант, потому что сама вазочка, я думаю, будет все-таки протекать. Вот я здесь вам показала пример, как будет она смотреться с декоративными цветами. Правда, вот этот сам горшочек, он не полез в эту вазу. Он довольно-таки большой. И также в фикс-прайсе представлены еще и сами статуэтки. Крючки в виде розочек. Правда, они без ценника, но, думаю, рублей 60 или 80 будут стоить. Если знаете цену, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Размер крючка 10 см. Состав у них нержавеющая сталь и полирезин. Представлены они в двух расцветках, серебряные и золотые. Но выбирайте аккуратно, кое-где слезает краска. А когда я увидела вот эту новинку, я просто визжала от восторга. Влюбилась в них с первого взгляда. Фикс-прайс просто радует в этот раз. Этого зоны стоят они 300 рублей. Выполнены в таком скандинавском стиле, в моем любимом. И сделаны они, кстати, из керамики, что очень радует. Все прокрашено очень аккуратно, нигде ничего не подтекает. Рисунки тоже выполнены очень четко. В общем, качество на отлично. И вы только посмотрите, какое милото я здесь нашла. Это садовые декоративные фигурки за 200 рублей. Правда, вот единственный минус, что сделаны они из доломита. А доломит, как я знаю, с водой не дружит. Поэтому если их ставить где-то на газоне, на грядках, то, мне кажется, они долго у вас не проживут. Но, мне кажется, как вариант, их можно поставить куда-нибудь в беседку, либо на террасу. Мне кажется, даже можно в квартире, в доме на подоконник поставить. Тоже будет смотреться очень здорово. И кто бы что ни говорил насчет искусственных декоративных цветов, то мне они нравятся. Но я про те, которые выглядят реалистично, похожи на настоящие. Вот, например, есть такой искусственный цветок роза. Стоит он, правда, 250 рублей. Дороговато, мне кажется. Высота его 80 сантиметров. Подойдет для украшения интерьера, для составления различных композиций. Можно сочетать разные цвета для более изящного и стильного букета. Вот еще один цветок. Это хризантема. Также 250 рублей стоит. Длина тоже 80 сантиметров. С пышным бутоном, зелеными листочками. Освежит интерьер. Отличный выбор для декора гостиной или спальни. Также подойдет для различных композиций и для фотосессий, для фотосъемок. Представлены тоже в разных расцветках. И вот нашла еще один декоративный искусственный цветок. Это уже пион. Думаю, будет стоить уже подешевле. Может быть, рублей 200 или 150. Тоже представлены в разных нежных расцветках. А, кстати, вот есть еще вот такой богатый бордовый. Лампа антимоскитная с кабелем USB за 300 рублей. Длина кабеля 80 сантиметров. И написано, что она эффективно борется с комарами и мошками на площади до 15 квадратных метров. При условии отсутствия других источников света. Эта лампа приманивает насекомых своим светом и затягивает потоком воздуха внутрь ловушки. Ну, а чтобы почистить резервуар лампы от насекомых, нужно просто повернуть основание лампы против часовой стрелки. Панель настенная за 150 рублей. Размер ее 70 на 70 сантиметров. Тут я хотела взять один квадратик, но оказывается она идет вот в таком сложенном виде. Здесь сразу 4 квадратика. И, кстати, эта панель очень мне напомнила, знаете, потолочную плитку из пенопласта. Раньше было очень модно клеить ее на потолок. Вот так она разворачивается. Состав этой панели Эва. Она очень мягкая, легко гнется. И изнутри у нее есть вот такая клейкая подложка. То есть бумагу отделяешь и приклеиваешь на нужное место. С обратной стороны есть инструкция. И представлены они в трех расцветках и с разными рисунками. Карандаш пятновый водитель. Стоит он 150 рублей. Но по карте Fixed Price можно его приобрести за 120 рублей. На этом я буду заканчивать свой обзор. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. А я желаю вам отличного настроения. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.